Мы где сейчас находимся? Объясните в двух словах. Мы находимся сейчас в северо-западной части города, где-то минут 25 и получаса от даунтауна. Но это не бандитское место, это прилично. Нет, это здесь довольно-таки спокойное, тихое место. Это Чикаго, это не пригород, это Чикаго. Но домики неплохие, они тут есть деревянные, а есть каменные, смотри, интересно стоят. Нет, они не каменные, это облицовка каменная. Нет, нет, этот кирпичный. Этот район называется Джефферсон парк. Джефферсон парк. А сколько стоят такие домики, вы не знаете? Домики милые, они может быть не безумно большие, но они милые. Улица замечательная. По сути, здесь мой знакомый недалеко живет и купил примерно такой домик, как вот здесь. Кирпичный. Кирпичный, да. Он купил два года назад, 270 тысяч. Слушайте, это неплохо? А это старое жилье или они так более-менее ничего? Оно не новое, но в очень хорошем состоянии. И он до сих пор не делал никаких, ни ремонта, ни ремоделя, ничего не делал. Все. Это облицовка все, вот эти. Кто купил, так есть. Смотрите, где-то облицовка, а где-то просто кирпич. Вот этот дом, вот кирпич. Я вижу, там боковая стенка немножко старая. Вот там боковая стенка, настоящее кирпич. Очевидно, это дом более старый, да, более старый. Настоящее кирпич. Да нет, просто у него спереди облицовочный кирпич, а там нормальный. Да. А там участок есть какой-то у них? Сзади есть двор, есть двор и гараж. А где гараж, я извиняю. А вон, видите, как между аллеей вы видите белое здание. А, я понял, там сзади технический проезд есть. Между домом и белым. А, у них заезд как в таунхаузе с другой стороны. Да, 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 у них заезд с другой стороны, да. Интересно. Как Света сказала, таунхаузе, да. Здесь очень много поляков живет, украинцев живет, русских. То есть испаноязычных в последнее время сюда больше уже переезжают мексиканцы. Слушайте, а вот 240-250 тысяч, это как бы по местным понятиям большие деньги или это очень нормально? Это нормально, это за дом, это вообще деньги, это нормальные деньги. И вот скажем, в таком месте? В таком месте, тихий район, спокойный. Единственное, что может иногда как бы бескомфорт переносить, шум самолета. Это правда, да. Я там смотрю, слышно, что оно нам на пленку ложится, в смысле на видео, на звуковую дорожку. Да. И машины не пластают хорошие, не битые, не драные. Это прилично. Нет, тут хороший, тихий район, спокойный. А вот как в Чикаго со школами? Да, всегда вопрос, что люди переезжают в сабербс, пригороды, потому что там школы лучше. Вот в Чикаго есть школы нормальные? Вот в украинской деревне в этой школы хорошие? Понимаете, школы в Чикаго есть. И нормальные, наверное, они будут private school, приватные школы. Но дорого же. Но они будут очень дорого. Если это будет public school, то там даже небезопасно учиться ребенку. Потому что приезжают туда из плохих районов города и как бы… То есть политика такая замешивать или что? Ну вот здесь вот мы видим такой симпатичный район. Вот здесь будут приличные школы? Здесь будут хорошие школы, но их здесь, наверное, немного. То есть нужно тратить какое-то время, чтобы добраться к школе. Но если вы едете за город, как бы… В пригороды. В сабер, в пригород. Да, да. Там уже хорошие школы и хорошее образование дают. И они недорогие. Или тоже там есть public school. То есть даже частные, но дешевле? Да. Поэтому часто люди, кто уже с детьми, не всегда приезжают за город. Это безопаснее, это дешевле и качественнее. Ну вот вы с ребенком. Да. Какой план у вас в жизни? У нас план. Сейчас она у нас еще будет год проходить в садик. Она ходит в садик у нас. Как она? На каком языке говорить? Украинскоязычный. Украинскоязычный. Украинскоязычный садик. Это частный садик. Там мы понимаем, как садик был дома. С борщами. С борщами, с кашами, с манкой, с дневным сном. Без одежды. После горшка ребенка подтирают, я извиняюсь. Подтирают, моют, кормят. Хорошо. Ребенок чувствует себя хорошо. Точно в таком же плане у нас есть и школа, которая будет после садика до пятого класса. Это тоже украинская школа. А Блинзин сказал до девятого. Что-что? Я у меня спрашивала, сказал до девятого. Я думал до пятого. Нет, до девятого. Значит, до девятого. Где такая же концепция школ, как и у нас, наверное. Но они учат на английском языке, правда. Но там есть украинский язык, по-моему. Там есть. Там есть украинские классы. Хэллоуину. Раскрасили. А сколько стоит эта школа на частности? Сколько она стоит, например? По-моему, там они платят 400 долларов. Прям в неделю. Две тысячи в год? В месяц? Да. То есть она такая не дешевая. Не так дешевая. А чем мы стоим-то? Я не знаю. Да. Да. Точно так же и садик, когда он частный, то тоже мы платим по недельным. А сколько стоит частный садик по недельным? Двести семьдесят пять в неделю. Двести семьдесят пять в неделю. Хорошо. Но по качеству, у нас есть такой опыт, у нас друзья, кумовья наши, у них ребенок на год старше, тоже девочка. Кумовья это как? Ну, они крестили нашу Соню. Все, все, понял. И у них ребенок на год старше, они как бы на год все вперед идут. И они попробовали разные садики. И вот ребенок, ну вот не чувствует он себя ни там, ни там, ни там. А вот в этом частном он бежит туда. У меня даже Соня, она ночью может проснуться и сказать, пап, я хочу в садик. Да. Все. То есть ребенок доволен. Здесь дети и в школу бегут. Да, да, в школу. Я помню, как у нас вот после первого сентября уже падало настроение. А мне нравятся липы, ты понимаешь, я хочу липы. Это липы? Липы, липы. А как ты знаешь? Ну вот я знаю по листикам. Похоже по листям. Да, липы, липы. Они у нас не растут. Да, сережки такие. Ага. Это не сережки. Сережки на клене, Света. Нет, нет. Там такие статистичные. Носики. Носики. Носики, да. У нас много липтов. Кстати, дороги тоже. Потому что они у нас не растут, потому что жар получается. Ну что, здесь очень приятно пройтись. Очень приятно. Да. Хотя, действительно, самолеты все время... Ну, люди привлекают этим, не скучаются жить. Так люди и к поезду привыкают. Под окном там. Да, но со временем уже не замечают абсолютно. Не слышно. А смотри, как интересно. Одна сторона вся припаркованная, а другая нет. А у нас может быть по той стороне стрит-клининг сегодня, возможно. Ага. Хотя, да, вон видите, оранжевый знак. Да. Опа. Да, да. То там сегодня нельзя парковаться на этой стороне. То есть это не случайно все это? Да, не случайно. Это очень милое. Это приятно. Кстати, паркинг здесь бесплатный. Там, где мы даже сегодня парковались, вы сказали, вот здесь паркинг. Да. Он есть, но он был платный паркинг. Так. Здесь, в этих, уже за городом, как бы это город, но более такой спальный район. Да. У всех. У всех. Это контакция города. У всех есть бакер, у всех есть гараж. Ой, смотри, какой флаг интересный. Мама родная. Как бы он американский, наоборот. Как бы американский, но не совсем. А чьи это паркинг? Вот. Непонятно. Может быть, это какая-то... Это как в негативе американский флаг, знаешь? Может быть, это имеется в виду что-то... Какая-то нетрадиционность присутствует. Да, что-то такое имеет в виду. Да. Интересно. А, я понял. Это к Хэллоуину. Там и второй флаг тоже такой эстрадный рядом. Пиратский с черепом. Это справа. Где? Так. Какой этот симпатичный, смотри. У него такой кирпич вычурный. Вот он. Это облицовка, конечно. Облицовка, но такая прикольненькая. А этот деревянный. Да, смотри. Два кирпичных, деревянный. Один сгорит, другим ничего. Ну, они все будут горить одинаково. Так. Один сгорит. Я хочу сказать, что кирпичи разные. И это очень прикольно. Вот, смотри. Здесь кирпич вот с таким рисунком. Так. Рядом стоит домик. Вот этот. У него желтый кирпич. И он с другим рисунком. А дальше стоит вот этот. У него, видите, справа кирпич оригинальный, который как бы несущий такой кирпич. Тут рядом декоративный. Вот. И этот декоративный кирпич, он тоже такой не совсем ровненький. Там шероховатость нанесена такая. В общем, все здорово. Очень красиво смотрится все это. Слушайте, а вот наверху это чердак такой. Чердак. Это в чем его? Что там происходит? Там, на самом деле, не чердак. Это второй этаж. Там могут быть комнаты детские, там могут быть небольшие комнаты. А чтобы им не сделать сразу большое? Вот так это архитектура. А вот обратите внимание, вот здесь вот видишь застекленное. Вот внизу это еще есть бейсмент. И вот это вот окно с вентиляцией. Где окно-то? Вот, вот видишь застекленное вот здесь. И в нем еще маленькая форточка. Вот это. Это еще там уход по земле. Наверное, футов сколько? Это ванна, наверное. Это не ванна. Там под всем домом вот такой большой. Нет-нет, ну это мутное такое стекло. Это стекло, скорее всего, ванной. Скорее всего, ванной. Скорее всего, ванной. Как правило, у нас в ванной. И все такие концепты. Там внизу еще огромное помещение. Ну конечно, а что? Кто-то умудряется просто купить себе такой дом. Сделать внизу помещение жилое и сдавать его в рент. А сколько сдается такое помещение в рент, вот внизу, в этом месте? Здесь все равно хорошо оборудовано с туалетом, ванной, стиральная машина и сушилка. Примерно где-то 800-900 долларов. Это с одной спальнями? Это с двумя спальнями. Слушай, понимаешь, что получается? Ты покупаешь дом за 250 тысяч. Ну даже за 300. Да, еще за 800, ты знаешь, нет. Подожди, значит, чтобы купить дом за 300 тысяч, значит, ты, допустим, 30 тысяч. Там 10% дал downpayment, 270 взял в рент, взял моргид. Да, да, взял моргид. И сколько там с этого платить? У вас 1,1% налоги на недвижимость? Я, кстати, не знаю. Ну не суть, Света. То есть я хочу сказать, что они чуть ли не половину этого своего моргиджа будут оплачивать жильцами. Жильцы будут оплачивать им половину моргиджа. Все потрясающе. Такое ощущение, что здесь у них ванная прямо вот выходит вот сюда. У входной двери. Смотри, там окошечко. Ты знаешь, что? Нет, это кажется так. Я обратила внимание, у них очень специальная стеклянная плитка. Ею можно делать разные вещи. Вот у кого-то были прихожие отделаны. Она просто пропускает свет, но не пропускает видимость, да? Да. Вот. Оно здесь часто используется. Я, честно говоря, планировала тоже такое использовать. Но у нас как-то оно не очень часто. Нет, у нас не принято. Все-таки совершенно другая архитектура. Совершенно другой мир. Ты понимаешь? Вот здесь еще нас строили. То есть тут серьезно сделали второй этаж. Еще и полный бейсман. То есть домик вроде бы небольшой. Они на кирпичную основу положили второй этаж деревянный. И еще полный бейсман. Видишь, с окном вперед. И получается, что дом-то небольшой по площади. И бейсман. И сбоку вон там у них тоже вот. Да, это очень серьезная площадь получилась. Из бейсмана. Кстати, пытался вам найти open house. Но, я думаю, в чатницу... Не, я посмотрел все по воскресенью. Тяжело. Да. Ну, ничего. Я посмотрела просто на Зилу, посмотрела. Нормально. На open house мы пойдем в штате Мичиган. Я хотел ребятам показать такие дома, которые стоят 100 тысяч. 80. Там за 80 есть. Но при этом еще очень приличные. Да. Очень приличные, да. Ну, насчет самых приличных нет. Самые приличные там поприличнее стоят. Но даже за такие деньги можно купить дом. Вот. Я надеюсь, что мы посмотрим. Что же такие бесчинства, смотри. Люди ходят в церковь, понимаешь. А тут? А тут? А тут кладбище себе устраивает. Хэллоуина носа. Это кладбище. Ты понимаешь? Вот я не понимаю, смысл этого Хэллоуина. Слушай, это прям как кладбище натуральное. Кладбище, кладбище. Да. Почему вот это связано именно с мертвецами? Почему не сделать по хорошим праздникам, с переодеванием, а нужно делать вот именно такую пессимистическую... У нас со Светой вот этот вопрос, почему? Был такой случай. Мы в Москве были, пошли на... Пошли в Майловском парке, там, значит, такая ярмарка. И художники там, и вот... Какое отношение имеется? А сейчас расскажу. Вот этот вопрос, почему? Я вопрос, почему? Я знаю, что... И вот этот... Стоит мужик, и у него, значит, там, такие простые картинки. На него все... Он с себя всех рисует, участников. Шапка, ушанка там, уши в разные стороны. И пьют. Нет, у нас, конечно, на одной картинке он сразу в трех и поставь. Да. Там все три мужика, и все три это он. И вот они все пьют. Там стол такой грубый. И Света... Ну, это было прикольно, когда три мужика... Очень прикольно. И Света ему говорит, скажите, а почему у вас на картине мужики пьют водку? А он сам выпивший стоит. Холодно. Он стоит выпивший, и он так ей говорит, а что же им делать? Она говорит... Света говорит, они могли бы кушать суп. Ну, ну... И он, знаешь, так, и он говорит, мужики, суп! И, да, то есть это его потрясло до самых основ. Да. Но я имела в виду, знаешь, чтобы это было... Можно в приличном доме повесить. Светик. Не то, как они сидят на грозетке, разложили там селедка у него лежит обглоданная. Да. Пойми, Светик. То есть это никакого эстетики вот в этом нет. Я с тобой могу согласиться. Но дело в том, что праздник так сложился. Понимаешь? Это другая культура, другая традиция. Они и так отмечают. Такое ощущение, что в этом районе... Слышите? Такое ощущение, что в этом районе принято... Ну, если вы уже начали вы так Халуину украшать, то уже неприлично не украшать. И поэтому здесь массово... Ну, я думаю, что это уже такой вот американский райончик. И они такие же... А вот, я знаю, есть там наши соотечественники, они тоже так вот в Халуину. Мы приехали, мы приехали 11 октября. Сейчас я подойду ближе, чтобы слышно было лучше. 11 октября приехали. И вот в этом районе еще не сильно украшено все. Но есть районы, в которых эта традиция украшать дома, она... Как вы говорили, один начал, и все пошли как цепочка. И кто крашит, тот лучше. Да. И мы так смотрели, это было чудно, ну, дивно-чудно, но... Какая-то, что-то в этом есть все равно. То есть, американская традиция, американский праздник. И потом, вот самое смешное, что нас удивило, что при этом все... Там, если страшилка, дети ходят, сыграют конфеты. То есть... Ну, страшилки же... Они пугают еще, да? Подожди, ну, страшилки же не настоящие. Нет, ну, заходишь в дом, вот мы как-то заходили с внучкой, она открывает... У-у-у-у... У-у-у... И темнота. Страшно? Да-да-да. Там же вот он страшный, не то, что дети. Красиво она. Там вот... Травку подрезают... Шум, который идет, это от подрезания травки. Ну что же, я считаю, что мы Хорошо прошлись По такому месту Цвет, 250 тысяч Мама родная Ну если убрать жаркое душное лето И холодную зиму И аэропорт И аэропорту будет все нормально Ну это было два года назад Сейчас может быть двое дорог Не, вдвое нет За эти два года выросло процентов в 50 Ну у нас там, я не знаю, как здесь Нет, мы не сравним Прошлый год был очень стремительный В 2015 году Здесь не знаю Друзья, если вы хотите купить за 250 А он стоит уже 350 Значит вы опоздали Это как бы однозначно, можно сказать Ну можно купить за 300 новый дом Не в черте города А где-то в пригороде Где школа хорошая Ну хорошо, но на работу ездить Тогда долго получается? Везде рядом есть и фривай, хайвай И на работу Ну 40, наверное, будет заниматься Так добираться А график зачем? График большой Ладно, мы заканчиваем наш репортаж О брожениях по милому району Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова